Девушки отдыхают Да-да, того самого, который слепил очередные звездные войны На момент съемок «Ничего себе поездочка» в сценарном активе Джей Джей Абрамса уже были фильмы «Вечно молодой», «На рыбалку» и «Армагеддон» В главных ролях снялись Стив Занн, Лили Собески и Пол Уокер Для которого фильмы об автомобилях, да и вообще автомобили сыграли в судьбе значительную роль и роковую, к сожалению Road Movie – жанр, который обожает большая часть адекватных кинозрителей Ведь и в кино, и в жизни лишь единицы откажутся от дорожного приключения Road Movie, как жанр, имеет свои каноны и даже правила, которым следует киноиндустрия Возможно, отчасти сюжетом для этого триллера послужила реальная история Уэйна Адама Форда Дальнобойщика серийного убийцы, которого приговорили после долгих судебных процессов к смертной казни за убийство четырех женщин И это только доказанные случаи Сюжет картины «Ничего себе поездочка» вкратце таков Герой Пола Уокера после завершения учебного года спешит на летние каникулы домой А по пути он планирует забрать из штата Колорадо девушку, без которой не мыслит своего существования Короче, любовь всей своей жизни в исполнении Лили Собески Планы героя весьма круто меняются, ведь его брата арестовали Герой Пола Уокера возвращает авиабилет и на эти деньги вносят завок за брата Оставшиеся деньги идут на покупку старенького автомобиля, на котором они с братом едут за девушкой в Колорадо По пути они ставят на автомобиль старую рацию и глупо подшучивают над дальнобойщиком Растинейлом В дословном переводе Растинейл – ржавый гвоздь Дальнобой оказывается самым настоящим маньяком, который приходит в бешенство И начинаются адские кошки-мышки по дорогам Америки Бюджет этой картины составил 23 миллиона долларов Это позволило снять три совершенно разные концовки фильма Так, на всякий случай На роль маньяка-дальнобойщика Ржавого гвоздя рассматривались кандидатуры Эрика Робертса и Эрика Штольца Пол Уокер в том же году снимался в фильме «Форсаж» также об автомобилях И «Форсаж» сделал из него звезду мирового масштаба Кстати, на съемках «Форсажа» Пол работал с актером Тедом Ливайном Который в фильме «Ничего себе поездочка» подарил свой голос маньяку ржавому гвоздю Также его голосом говорит маньяк в фильме «Молчание ягнят» Операторская работа радует визуализацией дорожных приключений Люди и машины смотрятся органично А для триллера вся эта работа была проделана на достойном уровне Грузовик в ночи выглядит действительно зловеще Отчасти от того, что для съемок фары в машинах специально заменили На лампы посадочных огней, которые используются на взлетных площадках в аэропорту В общем, картинка ровная и качественная Оператор Джеффри Жур постарался Музыка Марко Белтрами погрузит вас в происходящее на экране на 100% Композитор имеет громадный опыт в киноиндустрии И знает, что должно и как должно звучать в фильмах ужасов и триллерах Когда мне впервые попался на глаза этот фильм, я подумал Да ни за что на свете я не буду смотреть этот отстой Еще и с таким глупым названием После 15-20 минут просмотра я был уже не в силах выключить свой DVD-плеер Картина меня затянула Я обожаю рот-муви как жанр А тут его приправили еще порцией доброго, хорошего страха и адреналина Можно в целом сказать, что образ маньяка получился колоритным И это при том, что самого злодея практически не показывают Забыл сказать, что одна из главных ролей в фильме отводится радиостанции По которой осуществляется связь на дороге Радиосвязь CB-диапазона Дальнобойщики во всем мире используют 15-й канал Но переходят на другой подговоренности Если разговор личный На момент выхода моего обзора Картина получила два продолжения По-своему, возможно, достойных А возможно и нет Как бы то ни было, ржавый гвоздь вошел в пантеон дорожных киноманьяков И пока там главенствуют Так как джипер Скрипперс еще спит И не скоро выйдет на охоту Ничего себе, поездочка 2001 года Зачетный фильм Спасибо вам за просмотр Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Удачи на дорогах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok